Продолжение следует... 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 Начинают переиздаваться его книги в малыми тиражами в 60-х годах, и только в 90-х годах, вот сейчас его издают много. Нейропсихологические теории Александра Романовича Лурия, которая появилась несколько позже, включает только уровень А Бернштейна, который там называется уровень активации. Они были очень дружны, и Александр Романович, у меня свекровь была аспиранткой Бернштейна, поэтому я много знаю из личных этих рассказов. Они очень много проводили, но поскольку теория Бернштейна была под запретом, ничего другого сделать было нельзя, поэтому все остальные уровни построения Лурия, они идут немножко в каше, как я говорю. Если вы посмотрите работу с движением, которое появилось за границей, она почти вся появилась после 49-го года, когда работы Бернштейна были переведены на все практически иностранные языки мира. В Ленинге это просто вот такая вот картотека разных языков. Тогда же появились работы Домана. Если вы посмотрите, уровни построения те же, но по-другому называются. Сенсорная интеграция – это то же самое, что эфферентный синтез у Бернштейна. Кто у нас еще? Доман, Лурия. В работах Пиаже, у него есть работы, где он ссылается на Бернштейна, на ранее Пиаже. Так, кто-то еще вот из известных иностранных, работающих с движением, сейчас просто из головы выпустил. И все они еще раз говорю, вот этот пул работ, связанных с движением, он и появился после издания Бернштейна. А поскольку Бернштейн у нас был под запретом, на него перестали ссылаться. Уровни построения движений на самом деле можно рассматривать шире. Но поскольку вся наша психика строится на движении, то это уровни построения психики. Вот когда мы будем рассматривать каждый уровень, его отношение с речью, то мы увидим, как каждый уровень дает основу для построения тех или иных психических процессов на более высоком уровне. А теперь немножечко про речь. Определения речи достаточно много. Но что здесь самое главное? Речь – это деятельность. Речь – это деятельность общения. То есть это совместная деятельность двух людей, двух индивидов. И вот то, что речь – совместная деятельность, я опять-таки буду говорить очень-очень много. И при помощи речи мы передаем не слова, мы передаем мысли. Я одну и ту же фразу могу сказать совершенно по-разному, при этом практически сохраняя один и тот же смысл. И вы, когда меня слушаете, вы не слушаете мои слова, вы слушаете смысл, который я в них вкладываю. Вот когда мы говорим о речи, это очень-очень важно различать. Но из тех психологических работ речь имеет функции, основные функции. Но это коммуникативная функция, функция общения. Но речь и развивается, говорю, как функция общения. И опять-таки внутри совместной деятельности. Вот у нас сейчас с вами совместная деятельность. Согласны? Согласны. Не я учу вас, да? А мы вместе с вами работаем. Вот если кто-то есть логопеды, да, вот здесь это очень важно. Не логопед учит ребёнка, а мы вместе с ребёнком учимся разговаривать. Речь. Вторая функция речи, психологическая, регулирующая функция речи. Значит, с одной стороны, речь – это воздействие на другого. Речь – это воздействие другого на тебя. И если эти функции отработаны, то тогда человек может с помощью речи воздействовать сам на себя. И на высших уровнях – это речь программирования своей деятельности. Язык – это орудие или средство общения. Вот мы уже с вами говорили, всё равно на каком языке начнёт говорить ребёнок. У меня один аутист… Можно прикрыть дверь? Растёт в семье с глухонемым папой. И первая речь, которую я начал использовать – это разговор пальцами. И после этого пошла речь собственная, звуковая. Что ещё очень важно? Сейчас какие-то общие вещи скажу, которые будут просто работать на всех уровнях. Речь – это не столько говорение. На 80% речь состоит из экспрессивной функции. Это эмоции, мимика, жесты. Заходите. И когда… Вот здесь очень много… Здесь много родителей, да? И я снова и снова повторяю. Речь – это совместная деятельность и внутри весьма эмоционального взаимодействия. Позже мы будем говорить, что речь выходит только как «хочу» и «не хочу». На дрессировать речь можно. Я ещё раз говорю, у меня есть дети, у которых по 300-500 слов, но которые не говорят. Речь выходит только как «хочу», «не хочу» на эмоциях, на желаниях. Иришка, с Денисом проиграете диалог на «Б» уровне? Ага, 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 давайте, давайте. Не-не-не-не, сейчас, сейчас, сейчас. Денис, на «Б» уровне движение. Окей, ну, на самом деле, «ВЦ» проиграли, братцы. Угу. Так. Подержите. Отвечаете? А, увидели. Вот это диалог на «Б» уровне, да? И насколько это эмоционально проходит, да? Особенно на нижних уровнях без эмоций взаимодействовать нельзя. И, в общем-то, это достаточно плотное взаимодействие. То, что мы сейчас и там увидели, и здесь увидели. Когда вы начинаете учить ребёнка монотонным голосом произносить слога, это не речь, это не общение, это не взаимодействие. Вот это взаимодействие, и там было взаимодействие. Да? Совместная деятельность. Окей. Когда мы будем говорить про все уровни развития, мы будем говорить про, в основном, на каждом уровне восприятия, есть афферентация, то, что мы воспринимаем, и эфферентация, то, что мы делаем. И когда мы что-либо делаем, мы всегда это афферентационно контролируем. Обратная связь. Вот это очень важно понимать. Поэтому, когда мы будем говорить про любой уровень построения, то первое, о чём мы будем говорить, и развивать это чувствование, восприятие на любом уровне. У аутистов чувство не западает, как правило, первично, а у ребят с ДЦПшек оно западает вторично, поскольку они мало двигаются. И первое, что мы вытаскиваем и у аутистов, и у ДЦПшек, это восприятие самих себя. Научить самих себя чувствовать. Ну и в том числе органы артикуляции. Для того, чтобы говорить, нужно почувствовать себя, как мы говорим, найти себя в пространстве, как что-то целое. Найти другого в пространстве и бросить ему звуки. На самом деле бросать звуки и бросать мяч – это почти одно и то же. Когда ребёнок научается бросать мяч, он, как правило, начинает бросать звуки. В своём развитии речь запечатляется. Вот это очень важно. Если вы посмотрите детей Маугли, то они говорят, как их родители, как волки, как собаки. Речь запечатляется. Вот здесь очень важно понять, не научаем мы говорить ребёнка, а он запечатляет то, что слышит и видит у родителей. Поэтому ребёнка легче научить говорить, например, в взаимодействии с другим человеком. Вот, например, я взаимодействую с Денисом, а ребёнок на меня смотрит. И тогда он запечатляет наше общение и, в конце концов, в него подключается. Очень часто в конце занятия я слышу одну и ту же фразу. Скажи, тётя, до свидания. Ребёнок встаёт и говорит мне или пока, или до свидания. Я всегда прошу родителей, но попрощайтесь со мной так, чтобы он захотел повторить. Попрощайтесь со мной. До свидания, спасибо. Вот, совершенно верно. И через какое-то время ребёнок станет сам это делать. Не сразу. Чем более эмоционально, ярко, гипертрофированно, выразительно вы будете это делать, тем скорее ему захочется это повторить. У нас в группе, вот если захотите, кстати, тоже можно пригласить игротерапевта, который роскошно вытаскивает речью ребят именно внутри игры. И тут мы берём две игрушки, и у меня просто игрушки взаимодействуют между собой. Вот эта игрушка, здравствуй, здравствуй, а где ты живёшь? И вот это взаимодействие на глазах ребёнка, через какое-то время ребёнок берёт игрушку и пытается говорить за неё. Понимаете, да? Но я не учу ребёнка говорить слова или слога. Совершенно верно, да, совершенно верно. Ещё раз говорю, речь запечатляется. И только когда ребёнок, как мы говорим, разговорился, пусть грязно, вот только тогда его можно сажать за стол и уже ставить звуки и всё остальное. А если мы говорим про вытаскивание речи, то он должен видеть образцы, яркие образцы речевого взаимодействия. Ну и тут понятно, что у нас родители, которые... Основная речь родителей, да? Что ещё очень важно? Я же говорю, что речь выходит только как «хочу», «не хочу» и только на эмоциях. Я не хочу никого обидеть родителей тяжёлых детей, но родители тяжёлых детей, они настолько погружены в собственные эмоции, в смысле, в собственные переживания, что они становятся очень часто неэмоциональны. А есть известные фразы, которые я часто повторяю. Только у счастливых родителей могут быть счастливые дети. Если ребёнок отпечатывает вечно недовольное, расстроенное, напряжённое лицо родителей, точно такое же лицо будет у ребёнка. И когда мы начинаем заниматься с напряжённым голосом с ребёнком, то ребёнок в первую очередь считает наше напряжение, чем всё-либо остальное. Ок. Ну а теперь я сейчас коротко напишу уровни построения, а потом перейдём уже непосредственно к уровню А. Угу. Так, а где-то у меня были фломастеры. Вы не видели фломастеры, девочки? Здесь никто не видел. Вот они. Ага. Угу. Угу. А? Да, конечно. У меня к вам убедительная просьба. Поднимите руки, кто знаком хоть чуть-чуть с уровнем построения движений. Ок. Ок. Ладно. Угу. Значит, самый древний уровень, уровень А. С него выходит глубокая чувствительность – это чувствование себя. Угу. Угу. С этого же уровня выходит тонус. Как афферентация… Офферентация… Афферентация, афферентация… Все напряжения, удержания идут отсюда. Ну, опять-таки, все гласные звуки. Уровень В. Чувствование тоже себя, но уже в движении. Мы двигаем телом или органами артикуляции и сами себя чувствуем. И здесь выходят все двигательные автоматизмы. Ну, я думаю, все вам известны автоматизмы глотания, чихания, жевания. Я потом покажу, что на самом деле таких автоматизмов значительно больше даже в районе головы. Но в шафтеле необычайное количество. Еще раз говорю, огромное количество движений в нас встроено. Нам почему-то очень часто кажется, что мы двигаемся сознательно. Так вот, сознательно мы можем двигаться, действительно можем двигаться сознательно, но это движение не очень красивое. Вот посмотрите, я, например, сознательно показываю пальцем Максима. Вот смотрите, видите, у меня рука работает отдельно от села. А вот я сейчас включу то же самое движение с использованием В-уровня. Увидели разницу, нет? То есть у меня движение пошло от ноги. Увидели, да? Вот эти двигательные автоматизмы на самом деле в нас вложены. Их все можно достать. Уровень С. Это уровень пространства. Восприятие себя в пространстве и движение в пространстве. Вот то, что я сейчас показывала, это было типичное С-движение с опорой на В-уровень. Уровень D. Мы уже отрываемся от реального восприятия и восприятия в представлениях. На самом деле, это тот уровень, в котором мы живем с вами постоянно. С-движение мы увидели цель и сделали. Д-движение мы сначала подумали, что мы сделаем, представили это движение и его сделали. Тут совершенно разные механизмы и восприятия, и обратной связи. И самый высокий уровень – это уровень интеллекта. Это группа уровней, это не один уровень. Окей. Значит, что мы имеем для речи? Здесь мы видим восприятие органов артикуляции и движение напряжения. На уровне В мы имеем все двигательные автоматизмы. Вы, естественно, понимаете, что у нас речь полностью автоматизирована. Когда я с вами разговариваю, я не думаю, как я двигаю языком. Я думаю только о том, что я буду вам говорить. Все остальное автоматизировано. Основные двигательные автоматизмы у нас сидят здесь. Уровень С – это взаимодействие внутри пространственного поля. Я вас вижу в пространстве, и я считываю ваши реакции. Когда кто-то мне не дает реакции, изо всех сил пытаюсь этого человека достать, как я говорю, обратить его внимание на себя. Очень трудно говорить, не чувствуя обратной связи. Вот когда кто-то закрывается, иногда говорят, это безумно тяжело. И только когда ты понимаешь обратную связь на себя, ты можешь разговаривать. С уровня Д у нас на самом деле уже вот именно здесь у нас сидит построение речи. Вот зона брака и зона верника – это здесь. Вот отсюда строятся речевые автоматизмы. Точнее, скажем так, этот уровень руководит вот так. Сюда пойдет, да? Ну и уровень Е – уровень интеллекта, где на самом деле строится развернутая фраза. Здесь у нас в основном только слова-приказы. И если ребенок говорит «чашка», он на самом деле просит что-то, да? Вы знаете, да? Вот здесь это речь маленьких детей. Слова-приказы, слова-фразы – это указания на самом деле. А вот здесь развернутая речь. Ну вот коротко уровни подстроения, чтобы вы знали, о чем мы будем говорить. И на каждом уровне, на каждом уровне есть психологические настройки. То есть на самом деле с каждого уровня строятся какие-то… Вот с уровня А – чувствование самого себя. Оно совершенно необходимо для восприятия себя в пространстве. Если здесь есть нарушение, это то, что мы в основном отмечаем. А – аутистов. Ребенок, все силы ребенка уходят на то, чтобы почувствовать самого себя. Уже на движении восприятия пространства сил у ребенка не остается. И если здесь нарушено восприятие себя, а нельзя ли что-нибудь открыть? Сейчас, или окошко, или… А, здесь, ага. Нет, Вер, чтобы дышать. Можно дверь? Давайте пока там не шумят. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Так, в речи здесь у нас. Ага. Значит, если мы не чувствуем себя, то у нас огромное количество тревожностей и страхов, которые будут проявляться на каждом из следующих уровней. Поэтому мы вот, когда будем говорить про каждый уровень, я не буду говорить только про речь, я буду речь цеплять. Потому что вот здесь важно почувствовать самого себя. Если мы не почувствовали самого себя и не научились владеть своим тонусом, мы не заговорим. Если у нас заблокированы двигательные автоматизмы, мы не заговорим. Если у нас страхи восприятия пространства, мы не заговорим. В принципе, ребенок начинает говорить, когда он выходит в пространство, в коррекции. Ну и так далее. Вот это вот очень важно знать. Здесь тоже страхи могут держать, но здесь могут скорее искажать речь, чем держать. Она будет, но искаженная. Окей. Вот, наверное, это для введения самое главное. Ну и теперь мы с вами уходим на уровень А. Уровень А – это самый древний уровень построения движений. И филогенетически в эволюции это уровень медузы. В основе восприятия на этом уровне лежит глубокая чувствительность. Ну, наша чувствительность телесная разделяется на глубокую и поверхностную. Это давно уже было отмечено, там показаны разные пути. Я сейчас пойду по залу, показывая эти чувствительности. Если кто-то не хочет, вы мне просто не протягиваете ручки, да? А я просто на вас буду показывать. Вот чувствительность поверхностная, вот чувствительность глубокая. Глубокая чувствительность сидит на соединительной ткани. Она объединяет весь наш организм. Здесь ещё нет рецепции, которая вот описана. Она не дифференцированная чувствительность, она воспринимает всё. В патологии бывают случаи выпадения или той, или другой чувствительности. И если выпадает поверхностная, становится глубокая, мы чувствуем, что до нас дотронулись, но не можем сказать где. Ребята, помогайте. Нарёта много. Поверхность, да. Поверхность западает немножко. Очень хорошо. Было другое. Смалится. Ага, ага. Поверхность, да, западает немножечко. Не пойму, в чём дело. Потом посмотрим. Ага. Очень хорошо. Ага. Молодцы. Этим сколько? Пффф. Ага. Хорошо. Ага. Ага. Дои здесь дядь идёте, а? Ваш давайте. Тревожность. тревожность немножечко позже буду говорить о том, что этот уровень, который лежит у нас в основе всего и кроме того, что он сам по себе функционирует, где мы как медузы на него он является основой всех других реагирований но этот уровень, который определяет живу-неживу если на него стекает масса переживаний, то мы иногда можем его выключить и у родителей особых детей у которых очень мощное напряжение они иногда начинают вот эту чувствительность выключать чтобы выжить чтобы справиться со своими переживаниями ну вот то, что я просто объясняю что продемонстрировала ну, видите, как мамочка сидит на самом деле, потому что ей самой развернуться страшно в пространстве вот такая большая тревожность что мы сворачиваемся значит, основные свойства уровня то, что он, значит, с одной стороны он подпирается на недифференцированную протопатическую глубокую чувствительность а отвечает он за тонус а в более широком смысле за активность нашего организма если есть какие-то нарушения на этом уровне то, как правильно, активность у нас падает это практически всегда встречается у аутистов у сенсомоторных алаликов мы это наблюдаем и у ДЦПшек, но с формой атонии вот там это прекрасно видно следующее свойство этого уровня про который мы сейчас много будем говорить это целостность и стабильность и тонический ответ и глубокая чувствительность они как бы растекаются на все тело чувствительность не дифференцирована здесь нет точечных прикосновений она ярко отличается от поверхностной тем, что поверхностной вот мы знаем, где нас дотронулись но с другой стороны она очень быстро адаптируется свою одежду на себе мы не замечаем нам надо пошевелиться, чтобы себя почувствовать а глубокая чувствительность включена постоянно и второй, значит, целостность ответа и стабильность вот стабильность, целостность ответа целостность психики целостность уровня А это практически одно и то же если мы говорим, что человек разбрасывается разобранный это всегда нарушения на уровне А тоже но они могут быть вторичные, не первичные у детей это первичные и то же самое со стабильностью при плохом функционировании уровня А мы всегда видим нарушение психической стабильности человека анатомический субстрат этого уровня по Бернштейну это ретикулярная формация и ее ядра с нашей точки зрения вот эта сетчатая нервная система которая характерна медуза сохраняется и у нас и распространяется по соединительной ткани и ретикулярная формация это как часть сетчатой нервной системы которая пронизывает и центральную нервную систему головной и спинной мозг ну а теперь мы поиграем я уже говорила, что на основе протопоотического восприятия для глубокой чувствительности строится восприятие человеком себя выходите помогите мне так, нам надо туда, да? упражнение называется пластилиновая кукла вы кукла из пластилина закройте глазки и я начинаю вас лепить угу 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 Чтобы уметь удержать позу, вам надо очень хорошо себя чувствовать. Я заранее говорю, что уровень А очень глубокий, и он, естественно, находится в подчинении всех уровней, которые выше него. И вытащить движение и восприятие чисто уровня А достаточно сложно, поэтому мы выбираем те упражнения, которые без этого уровня сделать невозможно. Потому что удержание самого себя основано на включении глубокой чувствительности, которая постоянно включена и постоянно сообщает нам о том, где мы находимся. А теперь разбились на пары и поиграли друг с другом. Играем пластилиновую куклу. Один закрывает глаза, второй лепит. Обратите внимание, что те места, которые не держат, обычно очень часто бывает таз или плечи, говорят о том, что там нарушена эта чувствительность. Немножко медленнее. Дайте человеку почувствовать движение, быстро не меняйте. Уровень А он медленный. Чуть медленнее, само движение делаете чуть медленнее. Попробуй. Давай, давай, давай. Угу. 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 Зря остановились. Добавьте движение лица внутри пластилина. Да? Уйди в пластилин. Давай, давай, давай. Пластилин. Лицо в пластилине. А, давай, давай. Отпусти, отпусти. Оп. Держи. Угу. 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 Очень хорошо. И поменялись парами. Ага. Ну, вот девушка тебя будет. Ну, в смысле, не парами, а поменялись, кто ведет, кого лепит. А, вы уже поменялись. Ну, хорошо. Ну, тогда потихонечку. Ага. Верка четче, девочки, открывайте. Это мне очень душно. Ага. Угу. Так. А теперь у меня убедительная просьба. Выдохнули. Хух. Еще раз. Хух. Просто пошло напряжение. Может быть, вы пересядете, просто мне очень душно. Да. Тут можно сесть, вот эти штучки взять туда, в тот уголочек. Да. Угу. 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 Знаете, на коврике, просто я иначе задохнусь, девочки. Угу. 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 А? Да. Коврики просите, не трогайте. Угу. 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 Более простой вариант пластилиновой куклы – дети играют лет с пяти, это фигура замри. А вот саму пластилиновую куклу дети могут делать только после 10-12 лет, когда включаются уже более высокие уровни построения, когда мы можем руководить своим тонусом. Но пластилиновая кукла очень хороша в работе с родителями. И здесь у нас много родителей и особых детей. Вы можете с этим поиграть на самом деле сами. Вот сейчас выдохнули, закрыли глазки и загнали свои стопочки в пластилин. Вы только что поймали это ощущение. Сами загнали в пластилин. А теперь попытайтесь поднять пластилин вверх голени. И у большинства начинается паника. Выдохнули. Вышли из пластилина. Почувствовали, да? С этим второй вариант. То же самое. Сделали, загнали в пластилин голову. Закрыли глазки. Загнали голову в пластилин. Держим, 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 держим. Голова в пластилине. Голова в пластилине. голова в пластилине пластилин вот он потек ниже уже у многих шейка и на уровне грудин у многих пошла паника вышли выдохнули вышли из пластилина давайте снова закроем там шумят это упражнение очень хорошо включает глубокую чувствительность в том случае если она по каким-то причинам выключается и взрослые люди могут с ней работать такие ничего здесь не собью натирает ничего не собью больно здесь посмотрите вот взрослые могут работать с ними собой я обычно играю с этими вещами ушка больно вот когда ездишь транспорте вот едешь транспорте начинаешь потихонечку работать с пластилином значит здесь ни в коем случае нельзя работать через надо только через хочу не хочу потихонечку вот вот включаем эту чувствительность сами когда вами руководить другой делать пластилин очень легко а вот если вы начинаете руководить самой с сами собой вам будет очень сложно сложно но это вас домашнее задание поиграйте а потом если какие то будут вопросы или это вам потом все это обсудим значит первое что мы включили и это восприятие самих себя второе что мы имеем на глубокой чувствительности это очень необычное его свойство это суммация суммация воздействие может быть по силе или по времени уровень а он необычайно целостен и там вот и восприятие и действование они очень близки то же самое мы потом будем видеть только на более высоком уровне уровне и там тоже будет целостность вот теперь посмотрите я зажимаю пальчик у девушки она пытается его не выдернуть а вытащить да а вы внимательно смотрите что происходит с ее телом спиночка давайте к спиночка к видео вот так а фигу залом у нее у ху 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 у м у м это о по ополз увидели напряжение тело совершенно верно и когда тело напряглось полностью палец ускочил еще разочек давайте видите как нарастает напряжение вот как только пошла шейка вот у него протянул и шейка палец уползает я уже его здесь не удержу а этот палец пошел сложнее и вы молчите это просто своим сотрудникам что что плохо включилась когда формировалась целостность увидели кто-нибудь вот еще разочек делаем а вы внимательно посмотрите я сделаю немножко по-другому это не важно как делать а вы внимательно посмотрите что напрягается а что почти не напряглось не не тяните 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 тут не не вам не надо выйти на просто подержите от напряжения чтобы народ на вас посмотрел но увидели ступни это совершенно верно еще разочек посмотрите да то есть опять-таки сейчас нам не надо выдернуть просто чтобы народ увидел то даже смотрите ну давайте тяните то что нет даже как мы говорим выпадает у нее впереди собирается целостность да а таз выпадает вот это тоже очень диагностично а теперь разбились на пары и поиграли а это упражнение называется фиксационные зажимы и здесь все равно в то вы будете тянуть пальчик руку ногу здесь главное почувствовать как собирается напряжение как напряжение собирается в целостность ну что же ведь на ритмах уходят таз уходит по цените таз смотрите вот так стали по цели чуть по цели чуть по цели развели ножками вот включи нет 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 ножки вот так а коленки развели вот так включился вот теперь тяните вот и страх пошел на тази она даже трясет ничего не чуть-чуть вот аккуратненько скорость вытаскивание так скажу она зависит от напряжения того кто держит или концентрации здесь на самом деле вместе сливаются два тонуса все просто сейчас все поиграют а садитесь сейчас на секундочку мы это упражнение будем делать еще много раз по-разному она очень работает это одно из самых простых и самых действенных упражнений по стимуляции а уровня и если пластилиновую куклу могут делать только взрослые то это основное упражнение для работы с детьми мы зажимаем их пальчик и ждем пока ребенок этот пальчик вытащит но мужчина может быть может удержать пальчик при сильном напряжении ребенка я например не могу меня как только ребенок становится целом пальчик выскалькивает образ такой представьте себе осьминогу или кальмара которому зажали щупальцу зверюга сразу собирается в мышечный тонический кломок и выдергивает на самом деле то что мы делаем то же самое еще раз говорю вот здесь мы как медузы а кальмары как моллюски вот если глубокая чувствительность не работает то то же самое выдергивание оно происходит с очень большой задержкой самая большая задержка которая встречалась это 5-7 минут это бывает у тяжелых аутистов или у людей с параличами с параличами причем у людей с параличами все равно будет этот ответ вот я про это и говорила да что вот ощущение что вот это сет нервная сеточка это глубокая чувствительность как у медузы она пронизывает наше тело потому что как еще можно объяснить этот ответ у людей с прерывами спинного мозга непонятно работ на эту тему достаточно много вы можете их поискать их не очень как сказать их почему-то не очень обсуждают физиологи хотя на мой взгляд это одна из самых интересных особенностей физиологии и вот если вот взять есть люди вот с перерывами спинного мозга вот пальчик держишь ему он не видит что ты держишь пальчик он вроде даже не чувствует но через 5-7 минут нога уплывает парализованная нога да будь то инсульт будь то прерывы спинного мозга тем не менее и этот ответ сохраняется окей второе чтобы мне хотелось показать вот сейчас мы с вами почувствовали фиксационные зажимы друг на друге так 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 вы ко мне идите а а вот теперь посмотрите что сейчас я буду делать я не буду просить вот тогда мы просили тянуть да друг друга когда мы работаем с детьми ребенок тянет просто рефлекторно ему и говорить умненький ребенок он будет смотреть на вас и по нему ждать что когда вы дадите команду а маленький ребенок сразу просто будет тянуть на себя а вот теперь я сейчас хочу показать вам вещь если получится то явление которое называется суммация девушка не тянет я просто плотно 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 сжимаю ее руку выдохнули 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 ну вот те кто работает много вот мои сотрудники они видят как от моего зажима потихонечку начинает нарастать напряжение присмотритесь может быть вам тоже удастся это увидеть вот сейчас включились плечи шейка пошла грудь живот на самом деле вы можете смотреть по девушке можете смотреть по мне потому что строимся мы одновременно таз но в тазе страхи хватит наверное для первого раза я правильно говорила правильно да вот растекание напряжение от зажима кто-нибудь еще выйдете ко мне еще разочек сделаем давайте тоже спиной когда мы работаем с детишками у них не сразу получается я обычно даю команду ждем и жду когда вот это тоническое восприятие глубокой чувствительности активизирует тело от моего воздействия она начинает потихонечку растекаться выдохнули выдохнули вот а здесь посмотрите начинают лопатки включаться а вот локоть не запустился лопатки шеи пошли страхи все хватит вот явление суммации которое происходит да когда просто от моего зажима начинает нарастать напряжение по телу ну а теперь все это вы можете перенести на своих детей да вам достаточно крепко обнять ребенка чтобы нагнать у него тонус чтобы включить его чувствование и поэтому когда мы работаем на уровне а первое с чего мы начинаем это всякие обжималки здесь мы с вами работали только с кистью а ребенка то можно зажать целиком да вот там ребенок кричит ага так а вот мы сейчас попробуем нет пищать начал не буду сейчас брать просто мне сначала надо познакомиться с ребенком чтобы я могла его легко схватить на руки и так значит сейчас мы с вами увидели две вещи увидели явление суммации а наверно давайте-ка мы поиграем давайте попробуем да значит мы работаем с руками потому что это показательнее но поскольку мы с вами занимаемся логопедией то же самое можно делать здесь но немножко труднее мне сейчас главное чтобы вы сами почувствовали эти процессы с рук это будет легче если это вы почувствуете как это происходит в вашем теле вы потом это перенесете на лицо достаточно легко мы с ним тоже поработаем с лицом но чуть-чуть позже а теперь попробуем опять разбиваемся на пары постарайтесь менять пары не с одним и тем же работой и просто держать друг другу за руки все равно кто сжимает да и смотреть как простраивается растекается напряжение только просто держим за руку и крепко их сжим все равно кто сжимает на самом деле мы все обыжать все равно уху 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 макси а вы бы тоже включались в эти упражнения если не пишете уху уху Вы заблокируете. Пусть работаем до страха. Да, работаем до страха. А это у вас нет. Легкое головокружение – это другое. У вас простроилась шея. У вас улучшилось кровообращение в шее. Вот и все. Это лекарство. Это лекарство. Да, дело в том, что это уровень очень мощный. Это уровень, на самом деле, активность этого уровня можно запускаться отсюда. Уровни А и Б – это здоровье нашего тела. Кроме всего прочего, это еще и здоровье нашего тела. А на каком уровне вы выдох? На следующем, на Б. Ну вот нет, смотрите, вы когда сжимаете руку, и вы не сразу говорите «выдохни». Это я когда чувствую, что у человека дыхание за… Я прошу. Иначе он заблокирует, он не пустит это напряжение. Мы же руководить сверху, можем запросто. А вы когда мне сжимали, у меня прямо в груди такой… Ну я просто сильнее сжимала, но я профессионал на все. Да, все равно играйте, 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 меняйте руки. Можете брать другие части тела, не обязательно руки. Сжимайте меня сами, крепче, крепче, крепче. Ждите. Крепче. Выдыхаем. Выдыхаем. Чувствуешь, что-то фрагу блокируется? Выдыхаем. 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 Хватит. Побледнел. Можете другие части тела брать, не обязательно руки. Плечики поиграйте, бедра можно взять. Все равно, что вы возьмете. Здесь суммация идет, на этом уровне все равно на что воздействовать. Оно все равно будет растекаться. Нет, плотнее. Вошли. Оп! Это вторичные вещи. Немножко в конце я поговорю. Ладно, мы просто блокируем. Обычно это сексуально, собственно, блокируем. Да, у нас есть такое в этом социуме. Сексуальность – это стыдно, это плохо. Да и мы ее блокируем. Просто блокируем восприятие. Нет, 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 нет. Просто вот это блокируем. Чаще всего, если посмотрите телесно-ориентированную психотерапию. Где у нас блоки? Здесь, здесь, шея. Вот классические блоки, они здесь и стоят. Они все социальные. Потому что у набер-гундейцев будут другие блоки. Там у них другие запреты. И блоки у них будут другие. Какое должно быть ощущение, что вот это вот всего? Я вот, допустим, никакого ощущения не почувствую. Давайте. Сжимайте мою руку. Держите. Если трясет, дайте отдохнуть немножко. Мощный уровень. Подождите, сейчас немножко. Держи. Не, не, не. Держи, 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 держи. Крепче, крепче, крепче. Держим, 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 держим. Держим, держим, держим. Выдыхаем. Выдыхаем. Что происходит с телом? Где напряжение у вас пошло? В таз? Смотрите, таз пошел. Крепче? Почему-то оттуда у вас. Вот у вас рука очень плохо себя чувствует. А вот пошел позвоночник и таз. Чувствуете, запускается? Нет, ничего не чувствую вообще. Ну, со стороны, я думаю, ну, скажем так, со стороны виднее. На самом деле, вот включить это чувствование, когда, да, мы... Садитесь все. Угу, угу. То есть, на самом деле, в нашей культуре очень много внимания отдается неосознанному, восприятию. А мы потом очень много с вами будем говорить, что на самом деле, без сознательного восприятия у нас процентов 95 относительно сознательного. Вот. И мы иногда просто не разрешаем себе чувствовать. Вот у вас очень интересно, да, у вас тело отвечает, а вы чувствовать себе не разрешаете. Ну, это в более высоких уровнях, понимаете, да? Потому что по телу ответ считывается. Что еще? Я вам не говорила, но я не знаю, почувствовали вы на себе или на других. Я как-то обратила внимание, что когда мы стояли с девушкой, то строились мы одновременно. Вот сейчас мы еще раз с этим поиграем, и уже обратим внимание не на то, как растекается напряжение, а на то, как происходит тоническое объединение или состраивание двух тел. Это тоже свойство уровня А. Когда два тела как будто объединяются в один тонус. Здесь не бывает хорошо или плохо. Здесь всегда сильнее становятся оба. Ну, вы, наверное, знаете, что когда зверям плохо, они объединяются в плотные группы. Когда нам плохо, нам хочется, чтобы нас обняли. Вот внутри тонического объединения силы как будто удваиваются. Вот здесь не говорят такие, нет перетекания, что кто-то хуже, кто-то лучше. Здесь броет объединение. И состраиваться, и меняться люди, вот выстраиваться, тельце, будет у двоих одновременно. Если у кого-то таз заблокирован, я своего тоже перестаю чувствовать. То есть я могла смотреть, я вам просто показывала, как у девушки отходил немножечко тазик, да? Но на самом деле с моим тазом происходило почти то же самое. И теперь я вас очень прошу, да? Снова делаем фиксационные зажимы. Опять поменяли пары. Вот. И обращаем внимание на то, как тонус нарастает одновременно у обоих. Все равно кто сжимает, тонус начинает подниматься по обоим рукам. Если у девушки плечо, локоть не включился, включила по-другому, прошла часть, то я своего локтя тоже не очень чувствую. Вот. Чтобы это понять, надо просто поменять пары. Чтобы почувствовать, что ваше тело в разных парах напрягается. На самом деле, позже я покажу, что на этом очень легко строить диагностику. А теперь просто поиграли и посмотрели, как в разных парах строится и изменяется ваше тело. Денис, потом Максима подхватывай, ладно? Выдыхайте, выдыхайте. Это когда у вас сюда доходит, у вас страшно. Выдыхайте. На самом деле, это сумация. Когда вы работаете с ребенком, можно держать сильно, а можно держать долго. Все равно. Выдыхать не забывайте. Очень многих дыхание застанавливается. Сами сжимайте поплатнее, чтобы инициатива от вас шла. Это будет мне проще. И вам не сильнее. Нет, это просто инициатива, чтобы шла от вас. Давайте посильнее, плотнее. Плотнее. Вот хорошо. Плотнее, плотнее, плотнее. Вот оно пошло. Вот смотрите, локти пошли. Почувствовали? Локти напряглись. Вот в районе плеча. Вот плечи пошли. Чувствуете? Ну, вы можете одновременно смотреть на мои плечи. Посмотрите, как моя плеча развернула. Видите, да? Хватит. Там страх пошел. Не очень старайтесь, да? До страхов работаем. Там блоков у всех очень много. Работаем до страхов. Поменяйте пары. Поменяйте пары, чтобы почувствовать другое тело. Вот, свободное тело за моей спиной. Нет, сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас нет, да? Я не знаю, чем дело. Просто сейчас я здесь. Я не разорвусь, иначе. Потому что я всех должна отследить. Подождите, потом. Это нет, это потом. Это потом. Разреживаемся потихонечку. Разреживаемся потихонечку. Рассаживаемся потихонечку. Рассаживаемся потихонечку, а то не успеем. Окей. Ну, на самом деле, я вас загрузила, и вот с данного момента мне уже... Значит, посмотрите сами по себе, у кого начала кружиться голова. Можно уже в каких-то упражнениях перестать участвовать. Вот этот уровень медузы, это самый древний уровень, на котором стоит активность нашего организма. Причем активность не только нервно-мышечная система. Активность всех внутренних органов. Поэтому, когда мы его запускаем, мы запускаем, во всяком случае, активность всего тела. Да, потому что я уже смотрю, вот глазки почти у всех поплыли. Он сложный уровень, действительно, но очень мощный по воздействию. Так, я уже чего-то боюсь делать. Хорошо сегодня работаем, потому что, как я говорю, что для меня очень важно показать это на слушателях, чтобы слушатели это почувствовали на себя, тогда вы сможете понять, что происходит с ребенком, и как у ребенка запустить этот уровень, и чувствования, и тонические удержания. Сейчас мы сделаем еще одно маленькое упражнение, причем я буду продолжать говорить, а вы будете делать его сами. Вы просто сидя можете высунуть язык, а можете просто напрячь его с закрытым ртом, там внутри. Вот, я разговариваю, а вы держите напряженный язык. И вы увидите, что ваше тело от языка тоже начнет строиться. Окей, вы играете сами с собой, а я продолжаю что-то говорить. Кроме целостности и суммации, этот уровень отвечает за формообразование нашего тела. Ну, с формообразование мы уже с вами поиграли, когда делали пластилиновую куклу, да? Вот эти, все формы, они держатся. Когда я работаю с родителями с пластилиновыми куклами, я всегда говорю, вспомните картины 16-18 века. И обратите внимание, насколько легко им сидеть в этих немножко необычных и вычурных позах. Видимо, в древности вот это состояние постоянного себя чувствования было нормой. и тогда вы любую позу можете принять, и в ней не устаете. Если мы осознанно держим дверзень, не загоняя себя в пластилин, это очень трудно. А внутри пластилина стоять можно бесконечно. Вот у меня есть такой забавненький молоточек, кто-нибудь ко мне выйдет. Так, давайте вот так, чтобы вас все видели, вот сюда к доске. Просто возьмите молоточек. Так, взяли молоточек. Вот так можно? Хорошо. А вот теперь посмотрите, ручку загнали в пластилин. Ручка в пластилине. Возьмите молоточек. Возьмите, возьмите. Внутри пластилина возьмите молоточек. Увидели разницу? Хорошо. Видели, да? Угу. Почувствовали разницу? Да? Как будто рука сама вписалась в молоточек. Не схватили? Вот это ц-ц хватка. А вот она пластилиновая а-б-ц хватка. Хорошо. Вы можете брать руки другого человека, прямо вот с кем рядышком сидите, поиграете. Да? Просто взять что-то просто так. Хватит. Да? А потом загоните ручку в пластилин и возьмите пластилиновой рукой с мощной обратной связью. Угу. Молоточек никому не нужен? А вы можете, да, можете даже сами с собой. Можно ручку брать. Это все равно, что брать. Ручку, бутылку. Вон там детские игрушки очень забавненькие лежат. Вот, 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 вот Вера правильно делает. Вот это очень красиво. Сейчас Вера сначала так шлепнула, а потом вот так. Это было уже очень красиво. На самом деле все, что естественно, оно очень красиво. Правильные движения, они безумно красивы. Вот на следующий раз мы будем делать б-автоматизм, и вы увидите, насколько красиво двигаются все тела. Угу. 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 Ну, мы с вами поиграли с кистью. На самом деле наше тело может принимать достаточно любые формы, и при хорошо включенном уровне А, как ни странно, удобно спать на любой поверхности. Угу. А ты... А тело строится. Вот это форма образования, тело может построиться под любую, даже очень неудобную поверхность. Ну, опять-таки, если вспомните наших предков, то для них это было естественно. Там всякие бабушки спящие на сундуках в коридоре, которым там было удобно. Да? Вот, это опять-таки, хорошо включенное тело. У нас перегружены, как мы говорим, кора. Мы не пользуемся способностями и возможностями собственного тела. Ну а если мы перейдем к неутомляемости, я сказала, к логопедическим особенностям, то здесь с языком все поиграли? Что почувствовали, кстати, в цели при напряженном языке? Что пошло? За напряженным языком у вас, скорее всего, пошла шея. Да, совершенно верно. А в принципе, при хорошем, в смысле, сейчас мы уже все устали, при хорошем движении можно вытянуть ось. Ось тела можно вытянуть с языка. Ось тела, сейчас мы чуть-чуть попозже немножко поговорим про нее. Все? Окей. Значит, форма образования ротовой полости у нас очень важна для образования всех гласных. Еще разочек. Закричали все. Умнички. А теперь загнали губы в пластилин. И еще раз. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Очень хорошо. О. О. В пластилине. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это чувствование себя, восприятие себя очень важно в произнесении речи, чувствование. Когда ребёнок говорит, ему очень важно почувствовать звуки на вкус, на ощупь. Это может быть не так важно в принципе для говорения, сколько для владения речью, для регуляции речевого потока. Можно говорить громче, можно говорить тише. Вот это всё тонические функции. Если мы тонусом не владеем, эти свойства артикуляционного аппарата мы не владеем так же. Хорошо. На основании, с опорой на уровне А, простраивается огромное количество тонических рефлексов нашего тела. Это опорно-тонические рефлексы, осевые тонические рефлексы и вестибулярные тонические рефлексы. В принципе, рефлексы, они образуются, конечно, выше. Но без опоры на тонический уровень они не образуются, не формируются. Итак, опорные позно-тонические рефлексы. Возьмёте какую-то зверюшку, вот она у вас висит вот так в руках. Только стоит дотронуться кончиком лапки до пола, и зверь принимает позу. Вот эти позно-тонические рефлексы, они в нас вложены, и наша поза формируется от опор. Ну, самые яркие опоры. Стопы. Тазовые бугры. У меня к вам просьба подпрыгнуть и сесть. Почувствуйте тазовые бугры. Вот. Ага, вот они. Если мы лежим, то опор становится значительно больше. Да, тут. Ну, когда мы лежим. А кто-нибудь ляжете, пожалуйста. Кто-нибудь ляжете, пожалуйста. Вот. Да, просто девушка легла. Всё-всё-всё. Окей. Хорошо. Вот девушка легла. Вот, смотрите. На самом деле это важно сейчас и для ребяток с ДЦП, и для ребяток с эутизмом. Простроить все опоры. Опора у девушки где? Смотрите. Затылок. Вот он. Плечи. Лопатки. Таз. Локти. Вот не забывайте, кстати, у ДЦПовщиков очень часто забывают локти приостраивать, как опора. В данном случае ещё пятки. Да. На бок лёвьте, пожалуйста. Угу. А, всё равно? Угу. На боку. Снова. Голова там может быть по-всякому. В позе на боку голова может давать опору, нет. Но обязательно будет опора плечи, таз и нога. Вот сейчас я вам покажу позу. Ножку сюда. Вот. Да? Вот если у кого-то болят спины, вот эта поза самая идеальная, когда спина не напряжена вообще. Да? И вот мы простраиваем все опоры на боку. Здесь тоже не забываем локти. Вот здесь, на самом деле, вторая рука у ребёнка будет вот так. Тоже на опоре. Угу. Здесь могут быть плечи, могут быть грудь, локти, кисти. Вот отсюда у нас ползание пойдёт, в конце концов. Таз, колени и поза. Сейчас я вам покажу позу лежания на животе. Она, правда, идёт с С уровня, которую я называю обнять землю. Вот эта поза очень хороша для работы. Она опять-таки рефлюкторно будет простраивать ребёночка. Хорошо? Очень хорошо. А теперь стали на четвереньки. Увидели опоры? А всё равно. Нет, в данном случае вот четыре опоры на колени. Ну вот. Ага, вот. Очень хорошо. Хорошо. Угу. Когда мы работаем с детевчиками, будь то доцепёвчики, будь то аутисты, нам надо простроить все опоры. Чтобы тельце строилось само. Мы с вами поиграем... Ириш, слушай, забыли... Я забыла диск. У тебя на телефоне есть музыка? Так, на диске. Давай. Ага. Ага. Сейчас мы сделаем просто... Ага. А, я не... Вы мне просто не предупредили. Сейчас мы... Ага. Сейчас мы после этого сделаем перерывчик и посмотрим ребёнка. Перерывчик вообще? Нет, нет. Две минутки. Мне просто руки помыть надо, чтобы ребёнка посмотреть. Ага. 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 Нет, но если нет, так нет, мы сейчас... Да мне всё равно, что... Главное, чтобы она была ритмичной. Я умудрилась забыть сегодня диск. Угу. Угу. Какая француженка у тебя-то очаровательная была. Нет её? А-а-а, ясно. Нет? Есть, 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 есть. Ага. Ботинки снять. Другая. Ботиночки лучше снять. Коленка. Вторая. Ну вот у вас как раз не получилось, а у столик практически всё получилось. А теперь встаньте и походите. Встаньте и походите. И почувствуйте свои стопочки. Ага. Ладно. Да, вот... Дело в том, что я давно не делала опоры до пластилина. Я обычно пластилин делала после опор. И сейчас на фоне пластилина совсем необычная реакция на опоры была. Потому что если делать просто опоры, я обычно тренинги для родителей с них начинаю, то сразу начинает строиться тело. А у вас сейчас уже тело простроенное, после пластилина предыдущих упражнений, и это было не так эффектно. Потому что на самом деле опоры физические, опоры на стопы и опоры психологические, это практически одно и то же. Если у вас нет опор физиологических, у вас и психические опоры не струются. И если у вас какие-то травмы психологические, первое, что у нас бывает, это подгибаются ноги, ноги не держат и всё остальное. Это вот с этого уровня тянется такая вот, опять-таки, психологическая составляющая. Ну и теперь снова возвращаемся к детям. Если у детей ноги не держат, пойдёт ли речь? Как ни странно, вот про простраивание опор очень важно для развития речи. Причём, опять-таки, говорю, вот здесь не обязательно опоры на стопы, с которыми мы сейчас поработали. На самом деле любые опоры, потому что, я ещё раз говорю, уровень А целостен. Вот мы когда с вами воздействовали, мы брали, вот на ручки давили друг к другу. А на самом деле мы можем давить просто, земля давит на нас. И нас уровень А простраивает просто гравитация при хорошей работе, при включённости. То есть хорошо работающий уровень, а он строится просто от гравитации, от давления. Следующие танические рефлексы, вот поздно-рефлексы у нас не очень получились, но поверьте мне, что они есть, да? Это опорные осевые поздно-танические рефлексы. Ребята, помогите. Вот здесь они разложены. Здесь, Денис, а, да. А здесь надо вот так, чтобы вот, вот раз, два, три, четыре, пять. Опять картиночек раздается. Ладно, сейчас я здесь тоже девочку упущу. Все, все, больше нет. Все, больше нет. Но это неважно. Сейчас вы просто объединяетесь, да? Друг с другом. Мышцы нашего тела расположены как будто в несколько слоёв. И плотнее всего с уровнем танической регуляции связаны так называемые танические или пастуральные мышцы. И если посмотреть на картиночку, это вот мышцы, которые объединяют между собой позвонки. Они объединяют их между собой и как будто расчаливают позвоночник. И когда мы сейчас будем говорить об осевых рефлексах, это как раз рефлексы с включением вот этой самой глубоких мышц нашего позвоночника. А в спорте это называется ось тела. Осевые танические рефлексы – это рефлекторное вытягивание нашего тела. Естественно, она строится этажами выше. Ось тела совершенно необходима для выведения нас в пространство. Без оси тела ребёнок в пространство не выходит практически в реальное пространство. Ну а теперь мы поиграем с этой осью. А у нас нет табуреточки. Ладно, кто-нибудь ко мне выходит. А всё равно нет, мы стою поработаем. Все устали? Давайте, давайте. Проще всего ось тела вытащить воздействие на косточки терепа. Вот так вот, чтобы и видео было, и девочкам видно было. Вот посмотрите, что я делаю. Так, стопочков нету, я боюсь, не дотяну. Сейчас будем играть. Нет, 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 у вас стопочки слабые, вы плохо стопочками топали. Так, смотрим на меня. Значит, вот так ножки поставили. Подсели и чуть-чуть раздвинули себя. Вот, умница, просто иначе я не смогу вас. А дальше я просто давлю на косточки черепа. Смотрите, что происходит со спиной. Подтягиваю вверх. Я не тяну вверх. Обратите внимание, что я-то вверх не тяну. Я же просто давлю. Мои ручки давят друг на друга. А вот спинка у вас действительно вытягивается. Выдохнули. Все видно? Посмотрите, прям в центре как будто прогибается. И вот у нас включился. Все, хватит. Головка закружилась. Просто когда расслабляются мышцы шейки, улучшается кровообращение в головном мозге, голова может закружиться. Окей. Увидели, да? Значит, это у нас... На ком-нибудь еще показать? Давайте. Тоже осторожненько, голова может закружиться. Сейчас я посмотрю. Нет, я просто смотрю, что вы... А, вы на опоре хорошо стоите. А у вас просто спина начала распрямляться. Мне тоже все говорят, что... Потому что когда будем делать движения, мне все говорят, вы меня крутите. Я говорю, конечно, одним пальцем, кончиком пальца отрагиваюсь, а я кручу. Выдохнули. Вот она пошла. Поясничка. Выдохнули. Ну, если вы внимательно посмотрите, то у меня руки поднимаются. Хотя, девочки, мешайте разговорам. Я же прислушаться к вам начинаю. Все, хватит, боюсь. В принципе, вот так простроить ось тела ребеночку проще всего. Я что-то немножечко боюсь сегодня с вами это делать. Просто все уже устали. Давайте на следующее занятие мы с этого начнем. Просто все уже, вот, глазки у всех потекли, и я уже боюсь передозировать. Поскольку воздействие действительно с этого уровня очень мощное. Стимуляция идет с его организма и иммунной системы, кстати, тоже. Значит, мы сейчас делаем маленький перерыв, а потом смотрим ребеночка. Нет, Вер, я хочу сделать ребенок, я просто не знала, что он меня ждет. Мне надо сейчас помыть руки, посмотреть ребенка, а потом мы уже решим, что будем делать дальше. Я не знаю, а как вы решите? Это просто как вера. Мне сказали, что надо смотреть ребенка, я сразу уже переключила. Вот я тоже боюсь. На самом деле, понимаете, в чем дело? Я уже была очень долго от него отрешенной. Мне сейчас к нему подлезть будет безумно трудно. Он уже привык, что я с вами и отдельно. Потому что когда я с ребенком смотрю, я очень быстро в него вхожу, как я говорю. А здесь... Да, конечно, 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 да. Потому что надо вот, ну что-то чуть-чуть он приогляделся. А хотя можно и сейчас. Давайте руки помоем. Только мне руки помоем. Я совершенно не могу смотреть ребенка, не выбывая руки. Сюда, 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 сюда. Идем, 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 идем. Идем, идем, идем. Держи. Ботиночки снимите, пожалуйста. Ботиночки снимите, пожалуйста. Ой. Здрасте. Здрасте. Как вас зовут? Гриша. Здравствуй, Гриша. Чу-чу-чу. Здравствуй. А-а-а-а. Ай, какой Гриша. Здравствуй, Гриша. Здравствуй, 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 здравствуй. Какая проблема у вас основная? Кто именно? Гидроцефалия. Шунтирования не было? Шунтирования. Шалка. А-а-а. 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 А-а-а-а. Какой Гриша. Ой, какая у тебя книжка! Отпустите ручку! Какая книжка! Максим, попробуйте снять, что когда я приближаю к нему личико, у него исчезает косоглазие. Посмотрите. Это мама. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, она уже смущалась. Сейчас надо с мамой побыть. Сейчас еще немножко с мамой, потом снова можно с тетей. Да, такая тетя, прям близко, да? Такая тетя. Так. Ах! 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 Ну иди снова ко мне. Ах! Сняла! Глаза сняла! Ой, какая смешная тетя, которая глаза снимает! Да, мама... Держи, 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 мама. Ага. Окей. Ах! 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 Роды какие были? Быстрые. Быстрые. Шут. Вот. Ну, нольчики работали? Ах! 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 Ну, я не знаю, будем ли это мы делать сейчас, или отдельно сделаем, потому что кричать будет. Отдельно, да? Потому что волноваться будет народа, когда много. И этот... Потому что тут шейку на месте надо ставить. Ага. Ах! Шейка совсем не на месте стоит. И причем не один позвонок почти все. Тут и второй, и четвертый, и пятый, и седьмой. Да. Да. Угу. Окей. А давай мы сейчас вот что сделаем с тобой. Мы сейчас покажем. Ага. Ага. Так. Тра-ля-ля. Ла-ля-ля-ля-ля-а! Ла-ля-ля-ля-ля-а! Ла-ля-ля-ля-а! Ой, немножко страшно. Ну, конечно, шейка распрямляется страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да. Угу. Угу. Ой-ой-ой-ой. А где твоя книжка-то? Какая у тебя книжка! Хорошая книжка у тебя? Па-па-па-па-па. Ай! 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 Ай-яй-яй! 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 Да! О-о-о! Угу. Молодец. Умничка. Ножки чуть пошире поставьте. Угу. Угу. Отпустите. Угу. Угу. Молодец. Всё хорошо. Всё хорошо. Уберите, уберите. Хорошо. Хорошо. Здорово. Мне тоже так понравилось. Мне тоже так понравилось. Ой, как интересно, на ножках стоишь. Ой, как интересно, на ножках сам стоишь. Устал. Отдыхаем. Угу. Не надо больше дать отдохнуть. Угу. Сейчас отдохнет. Значит, на самом деле, что я сейчас сделала? Там, ну, поскольку гидроцефалия, там достаточно мощное нарушение кровообращения в голове, и всякие тонические нарушения, они вторичные. Причем тут и гипо, и гипертонус есть. Ну, опять-таки говорю, они все вторичные. Из того, что я сделала, вот то, что... Я просто держала головку. Вот если там с девушками я её сдавливала, то я здесь просто держала. Упала! Упала! Мама, 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 вы мне мешаете. Вот посмотрите, что делает мама, да? Она уводит его на взаимодействие с собой. Могу я работать с ребёнком, да, когда мама взаимодействует? Всё, он играет с вами, он не со мной. Окей, да? Упала! На! На! Ага! Закрыли. Угу. Я просто дотрагивала, скажем так, до головки, чуть-чуть его удерживала. И я не знаю, вы заметили ли, что у него начала простраиваться спинка. Да? Спинка начала простраиваться, и в конце концов он дал хорошие опоры на ноги, на стопы. Но от этого он очень быстро устал, поскольку это для него непривычная была поза. Вот он сел, он устал. Сейчас мы ещё разочек это сделаем. Угу. Ну, пошли ещё поиграем. Пойдём. А-а-а! Не хочешь! Не хочешь! Не хочешь! Пойдём. Не хочет! Ребёнок на самом деле не хочет или играет? Играет. Совершенно верно. Совершенно верно. Ах! Кокетничает, да? Кокетничает, ребёнок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну и мама волнуется. Вот сейчас мамино волнение. Вот сейчас вот ребёнок играет под маму. Мама волнуется, что я сделаю ребёнку плохо. Ой! Ой, как громко кричим! Ой, как громко кричим! Очень громко кричим Громко кричим Громко кричим Молодец 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 Умница, ты очень хорошо работаешь. Всё, устал. Обнимайся, обнимайся. Головку сейчас не надо трогать, только сердце. Не, 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 он просто хотел, чтобы мама дала. Да дайте, 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 он хотел, чтобы мама дала. А, нет, уже не хочет. Он на тётю обиделся. Какие интонации в плаче? Отстаньте от меня. Совершенно верно. Совершенно верно. Ничего, кроме отстанется от меня. Я бы назвала так, сделайте так, как я хочу. Обычно на такие интонации просто не обращаю внимания, когда работаю. Вот, и в то же время, когда мы стояли с ним, держась за ручки, у нас опять очень хорошо устроилась спина. Я не знаю, вы увидели или нет, у него протянулась шейка. Вот он вот, когда пришёл, у него как будто шейки нет, да? А когда мы стояли за ручки, я уже до головы не дотрагивалась, но уже осевые рефлексы пошли работать от стоп, у него протянулась шейка сама по себе. И там был момент, когда ему было страшно. Когда у ребёнка что-то меняется, это страшно. Ну, когда у вас что-то менялось, у вас замирало дыхание. Да? Мы обычно честно не говорим себе, что нам страшно. А ребёнок он ведёт здесь честно. Да? Если не страшно, то он просто орать будет. Угу. 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 Вы видели видео, когда я показывала в начале, нет, вы не сидели рядышком, нет? Вот так вот, вот так вот, посмотрите как его надо держать в положении сидя, посадите вы на эту ножку свою, и перекатили вперед, вот на самом деле, основная рабочая поза, здесь он сидит на седалищных буграх, на седалищных буграх, вот, а здесь у него ножки на опоре, если вы будете держать только за таз, вот сидите, держите, 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 вот посмотрите как сейчас будет сама строиться спинка и шейка, видите? Ну а это он еще капризит, ничего-ничего-ничего, садись, 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 вот когда стала строиться шейка, прижимайте, ему стало страшно, давайте я больше вас трогать не буду, ага, снимать не надо поработать, не на семинаре, хорошо? Давайте, все, пока-пока, 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 попить есть что-нибудь дать ему? Пока-пока-пока-пока-пока! Пока-пока-пока-пока! 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 Пока-пока-пока! Пока-пока-пока! Ага! Не хочу уходить, между прочим. Вот сейчас другая интонация пошла. На самом деле, ему внимание группы очень понравилось. При всем при том. Окей. Но здесь, поскольку внутричерепное давление, у нас на самом деле нарушения видны на всех уровнях. Регуляция. Поскольку давление, она сдавливает все структуры мозга. Вот. Что можно, ну вот, кроме того, что можно попытаться поставить голову на место, как я говорю, это вот то упражнение типа протяжки, которое мы с вами сделали, да? Когда мы просто сдавливаем череп. И ждем, пока у нас выровняется ось. Я ребеночку череп не давила, да? Я просто его чуть-чуть удерживала за головку, и все равно у него ось протягивалась. А эти мышцы расслаблялись, и голова вышла из плеч. Вот эта поза ушла вот в эту позу. А дальше стало страшно, потому что стало меняться кровообращение в голове. Вот с шунтированными детьми работать не очень люблю. Потому что мы пытаемся загнать это в норму, а там идет гипероток через шунт. И очень трудно работать. Проще работать с не шунтированными детишками или у которых шунт забился. Все-таки тоже бывают. Вот. Тогда при восстановлении кровообращения головка начинает функционировать более-менее нормально. Вот. Но что можно делать даже в том же ребеночке, что есть? Вот то, что я вам показала, мы проостраивали ось. У него совсем нет опоры на стопочки. То есть постучать стопочками обязательно. Даже если бы мы просто постучали стопочками, то он уже бы плотнее встал, он бы просто протянулся от стоп, как я говорю. У него не включен таз. Он не опирается на таз. Вот я его посадила к маме, он моментально... Можно я на стуле покажу? Угу. Угу. Хорошая поза сидения у нас идет с опорой на седалищные бугры. Вот когда вы сидите на лавочке, вы так волей-неволей опираетесь. А когда мы сидим на стуле, мы очень часто уходим в позу, в общем-то, из которой нам легко уйти в позу лежа. Вот с этой опоры мы уходим в положение лежа. Опять-таки, когда работаем с ДЦПшками, чтобы построить позу сидя, обязательно надо простроить опору на седалищные бугры. И тогда поза сидя встает сама. Единственное, что у этих детишек ослаблены мышцы, и оно сразу быстро не держится. Вот он простроил и потерял, как этот ребеночек. Он простроился и упал назад, потому что мышцы слабенькие, они еще очень слабо держат. То есть, простраивать опоры этому ребеночку можно, ему уже станет легче. Опять будет вставать шейка. Вестибулярные нарушения при такой, пока не простроит ось, я бы строить не стала. Там вестибулярные нарушения тоже очень мощные. Его как не повернешь... Можно я на вас покажу? Угу. Вот посмотрите. Я девушку поворачиваю так. У нее голова ставится вертикально. Видите? Ну, это она сейчас похулиганила. Вот. А этого ребеночка... Вот теперь зафиксируете голову, да? И ребеночка... Нет, вот сейчас зафиксировали голову. Просто покажем, как не надо делать. Ладно? Вот. Ребеночка... Нет. Не получается. На самом деле, садитесь. Я попробую на себе показать, да? Когда у ребенка вестибулярные нарушения, у нас голова сидит вместе с телом. Вот тело перевернули. Оп! И голова вот так же висит. И надо долго-долго ждать, пока он головой сам себя простроит. Тоже наклонили его вперед, и у него голова повисла. И ждем, 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 когда вестибулярная... Там тоже будет суммация. Оно простроит, и ребенок выстроит себя головой вверх. То есть у нас у всех это на автомате. А этого ребенка вы боком положите, он так и будет вертикально. В смысле горизонтально лежать, и голова так же будет горизонтально. Он не будет себя строить головой. Ну вот пока вестибулярные мы всегда строим после осевых. Итак, мы с вами проговорили про опорные постнотонические рефлексы, про осевые постнотонические рефлексы, и пришли к вестибулярным, которые мы сейчас и показали. Ну, в общем, на самом деле, да, они очень простенькие. Так, сейчас я найду свои шпаргалки. Есть упражнения, которые не будем делать, поскольку устали. Но вот очень важно для диагностики, особенно аутистов, о включении тонических функций говорит то, что ребенок начинает зевать. Тяжелые аутисты не зевают. Ну, зевните. Попробуйте. Какое тоническое напряжение выдерживает. Все заразились, совершенно верно, это очень заразительная вещь. Еще раз, тонический уровень, на нем идет очень мощное объединение людей. На самом деле, тут можно, конечно, в близком контакте объединяться, но при хорошем работающем уровне можно объединяться на расстоянии. Не обязательно в британическом контенте. Слияние тонусов мы с вами говорили. Вот слияние тонусов. На слиянии тонусов у нас строится общение на уровне. Когда ребенок прижимался к маме, вы заметили, как он формообразовывался на маме? Когда его цельце принимала форму мамы. У ребенка очень хорошее тоническое общение. То есть он тонически с мамой соостраивается. Это говорит о включенности глубокой чувствительности. То есть обратная связь работает. Если глубокая чувствительность не включена, цельце ребенка не соостраивается с телом мамы. То же самое можно говорить не только о детях, можно говорить о любых парах. Это я к тому, что у нас идет... При таком соостраивании тела ребенка и тела мамы происходит тонческое объединение, которое мы наблюдали с вами раньше. И на самом деле вот здесь мама очень легко может достраивать своего ребенка. Просто собой. И очень многие мамы делают это совершенно неосознанно. Да? Ребенку плохо, ребенок напряжен, мы его к себе прижали, и ребеночек у нас на руках растекся. Он стал таким же мягеньким и свободным, как мама. Здесь очень часто бывают опять-таки нарушения у мамов. Когда мама напряжена, маме нужно выжить, мама безумно переживает за своего ребенка, она может выключить глубокую. И тогда ребеночек может соостраиваться, а мама не отвечает. И вот в этом случае, при этих нарушениях, мама уже достроить ребенка с собой не может. И, как мы говорим в этом случае, надо включать маму. Вот то, что мы сегодня сделали, на самом деле вот мне ужасно довольны, что включились все. Не очень целостно, не очень равномерно, но глубокая сейчас включена у вас у всех. Поэтому вам немножко переживательно все. Включились ощущения, которые были вам не совсем знакомы, вы от них отвыкли. Вот поэтому вот эмоции немножечко другие пошли при таком взаимодействии. Такое подсоединение, умение работать на таком подсоединении, очень важно, например, для логопедов. Потому что если у нас есть нарушение глубокой чувствительности, на самом деле у нас летит фундамент, и будут нарушения видны на всех других состоящих уровнях. И работать, например, с аналиками с С и Д уровня можно, но очень долго. Проще простроить А уровень, а потом быстренько достроить все остальное. Если мы работаем, вытаскивая глубокую чувствительность у ребенка только на лице, я уже говорила, что глубокая чувствительность, уровень А он целостен. И работать только с лицом на самом деле без толку, как ни странно. Потому что вот это воздействие растекается на все тело. Проще строить лицо через тело. Поднять тонус работы с остальным телом и здесь потянется. Если какие-то места еще остаются не доделаны, их уже можно доделать руками. Но тонус поднимается целостно. С лица можно работать, но долго. Настучать, поднять тонус просто вот даже внутри обжималок куда проще. И лица в том числе. Кроме того, на таком тоническом объединении, когда вот так вот входишь в ребеночка, очень легко выйти на доверие. В принципе, доверие строится с этого уровня. И если ребенок тебе доверяет, то можно договориться сделать больно. Вот кто логопеды знают, вот здесь вот такие точки, где разветвление тройничного лицевого трех нервов на самом деле. И эти точки, они очень действенны по взаимодействию. Но если на них надавить, то очень больно. Вот когда я работаю с детьми, мне ребенок где-то раз в полтора месяца разрешает это сделать. Вот это меня всегда прям до слез иногда доводит, потому что я знаю, что я делаю ему очень больно. И он знает, что будет больно, но он не разрешает это сделать. Еще лучше на них действовать вот изнутри. То есть вот здесь вот через рот, вот сюда же можно выйти. Там еще более мощное воздействие, потому что идет мощная стимуляция вот этих лицевых нервов всех. В детско-родительских отношениях я проговорила, что у нас идет объединение через общение. Что еще здесь очень важно, что ребенок, впитывая в себя тоническое состояние мамы, впитывает и эмоциональное ее состояние. Вот когда я здесь смотрела ребеночка, тревожностей мамы было больше, чем реальных тревожностей ребенка, маминых переживаний. И ребенок очень много давал вот эмоционально, он играл под маму. В принципе, это ребенок хорошо играет, вот у него уровень D очень хороший. C нарушение есть, B нарушение, A, B, C там есть нарушение, а на D нет. То есть игры там был хороший такой, игры на зрителя было очень много, и он кокетничал со мной вовсю. Вот настолько стоило маме проявить тревожность, как он моментально строился на маму и изображал мне все эти страхи. И здесь очень важно, конечно, смотреть при хорошем контакте, A, B контактов мамы с ребенком, а здесь хороший контакт, надо смотреть, чьи страхи, мамы или ребенку. Здесь очень четко надо определять. И если это страхи маме, то проще ребенком работать, убрав маму. Вот маму выгоняешь за дверь, как я говорю, даже не за дверь, а, пожалуйста, на лестничную площадку, чтобы мамой за дверь и может наводить. Тогда это вот здесь очень четко. Вот, потому что, в принципе, мама, ребенок врожденно доверяет маме больше всей себе, и мир он считывает по маме. Как относиться к миру, он считывает по маме. Если мама напряжена, ребенку страшно. Если ребенок находит, ну здесь на самом деле вот такой B-симбиоз, мы немножко в следующий раз будем про него говорить, здесь объединение такое, когда ребенок крепко-крепко сидит на маме, когда мама становится руками-ногами ребенка. И хороший А-уровень формирует, да, Ирина, это мы уже проговорили. В антогенезе маленького ребенка ребенок рождается с несозревшим уровнем А. Он начинает появляться где-то первые такие тонические напряжения где-то уже в месяц 2-3, и красное ядро дозревает до к 6 месяцам. А в принципе формирование А-уровня заканчивается годам к 7. Очень важно для формирования А-уровня роды. Вот то, что упражнение, которое мы делали про девочка, когда я сдавливала голову, на самом деле оно каким-то образом имитирует то, что происходит в родах. А когда ребеночка, голова сдавлена, и он, головка ребенка, делает два с половиной оборота. Может быть будут еще какие-то детишки, я это покажу. На самом деле с этим ребеночком я буду, попробую это сделать, если мама разрешит, там мамина тревожность вылезает. Просто сдавливаешь ребенка, и голова ребенка в твоих руках начинает делать эти повороты как будто в родах. Первый напряженный, а второй легкий. И тогда как будто вся шейка и верхняя часть туловища, позвонки сами становятся на место, как я говорю. Это очень не сложно сделать, но при хорошей обратной связи. Это просто надо чувствовать, чтобы ребенок делал сам, а не вы. Вот здесь очень важно, что не я делаю, а ребенок это делает сам. У кисарят у всех не хватает этих поворотов, у быстророжденных детей тоже. Вот не было вот этого тонического разворота на выходе. У меня ребенок родился рукой вперед. Я думаю, что где-то какой-то перекус должен быть, потому что полностью обжатия не было, рука мешала. И опять-таки вот так вот серьезно к этому относиться вот так вот жестко не надо, что если так, то обязательно плохо. Для того, чтобы у нас организм очень пластичный, и компенсаторных процессов огромное количество. И чтобы вышла мощная патология, ну должно вот патологии штук десять набраться. Да, вот патология, вот патология обмена нарушения чего-то, 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 да. Там привык сюда может наложиться. Потому что одно какое-то нарушение, оно неплохо компенсируется. Ну и у нас нарушения, которые здесь бывают на уровне А. Ну в первый случай это нарушение глубокой чувствительности. Те фиксационные зажимчики, которые мы с вами видели, это и диагностика. Вы берете пальчик ребенка, да, вот так вот покрутили его ручку, поиграли, а потом раз и зажали. Ну, барышка мне не дала никакой реакции. Ребенок ведет себя более непосредственно. Если он почувствовал, он или дернет пальчик, или посмотрит на него, как мы говорим, мы дожидаемся любого двигательного ответа. Ребенок продемонстрировал, что он это заметил. Вот это первое время и говорит о формировании чувствительности. А второй ответ, который можно тоже заметить по часам, это формирование вытягиваете пальчик целостного ответа. Когда тело собралось, и пальчик вытянут. Вот две диагностики для этого уровня крайне характерны. Первое – это просто реакция, а второе – формирование целостного тонического ответа. Просто стимуляция. Такая стимуляция в лоб. Здесь эти… И как называется это место? Ганглии какой-то? Нет где вот это развлетение? Не помнишь? Ну, на самом деле, с них легко активизацию получит. Когда мы просто воздействуем на нерв, мы его активизируем. Ну, я редко этим пользуюсь, но иногда бывает нужно. Обычно это какие-то уже… Если это нарушение уже только в районе лица, потому что… То про чем мы говорим? Это целостное нарушение со всего тела идут. Там всегда нарушено везде. Если это первичное. Потому что вторичные блоки могут быть уже у взрослых отдельные. Итак, нарушение протопатической чувствительности. К чему у нас ведет? Ребеночек не чувствует себя. Не формируется чувствование себя. И пока ребенок сам себя не найдет и не почувствует, ему страшно. Ему очень страшно жить. И тогда на всех других уровнях этот страх… Это такой неосознанный страх. Протопатически еще говорят страх. Если вы встречались с людьми, у которых онкология или больное сердце. Они часто начинают бояться до того, как поставят диагноз. Появляется депрессия. Вот какое-то… Вот плохо, некомфортно. И вот в этом состоянии некомфортности ребенок все время находится. А поскольку мы люди рациональны, мы все время чем-то объясняем. И найти причину на более высоких уровнях достаточно легко. Тут уже страх может цепляться за что-то в пространстве, за ситуации, за людей и все остальное. Потому что, опять-таки, из опыта работы, особенно с аутистами, когда мы вытаскиваем тело, ребенок начинает хорошо себя чувствовать, страхи уходят. Но, может быть, какие-то… Знаете, какой страх не уходит? Не уходит страх, что будет страшно. Вот это очень забавно. Вот если вы посмотрите видео с Сонечкой Шаталовой, то есть реального страха уже нет. Но страх, что будет страшно, сидит очень плотно. То есть я могу ее вот так крутить. Ей не страшно. Потому что до нее сначала дотронуться было нельзя. Я буду крутить, делать какие-то резкие движения, звуки. Ей не страшно. Но страх, что будет страшно, ее сжимает. Это вот с D-уровня выходит такой страх. Следующее, что мы смотрим у детенышка, это то, что я вам показывала. Наличие опор, наличие оси и наличие вестибулярных ответов. Если ребенка собрали по А-уровню, вот по всем этим вещам, целостности, все тонические ответы, ребенок сам выходит в пространство на уровень С. Появляется любопытство, появляются пространственные эмоции, проявляется интерес. Вот то, что обычно пишут, что аутистов нет. Есть такие обзоры, как стоит большая коробка посреди комнаты. Обычно ребенок заглядывает в коробку, а аутист проходит вот так. Вот наши дети через год все заглядывают в коробку. Что еще очень важно? Почему у нас С-уровень не выходит при наличии глубокой? У нас настройка С-уровня пространственного, настройка центрального зрения, настройка слышания, она имеет тоническую природу, там тонические волокна. Если у нас тонут, то низкая регуляция не сформирована, эта настройка у нас летит. Отсюда и нет центрального зрения и всего остального. Ну и теперь кратко значение этого уровня для построения речи. Еще раз. Значит, для организма в целом и соответственно речи. Этот уровень дает активность и тонус. Психология деятельности по английским языке переводится как психология активности. Протопоотическая чувствительность, чувствование самого себя и в том числе всех органов артикуляции. Физическая, психическая, эмоциональная устойчивость – это практически одно и то же. Без физической устойчивости не будет психической и эмоциональной. Но тоже это важно для развития речи ребенка. Интересно, что физическая поза и личностные позиции тоже очень похожие вещи. Вот когда человек хорошо держит позу, он обычно и в психологии позицию держит достаточно твердо. И для построения речи это артикуляция, формообразование, удержание позы. Здесь же длинный выдох, удержание длинного выдоха, не просто сам выдох как рефлекторный процесс, а удержание длинного, тем более озвученного выдоха, он тоже требует танческих удержаний. Ну вот, наверное, это основное по уровню А. Какие-то вопросы? Значит, на следующий раз я обещала, что вам сделать. Я вам в следующий раз покажу в самом начале массаж головы с выходом на тонус, на уровень тонической регуляции. Сейчас не буду делать, потому что все перегружены. И что-то еще я обещала показать в следующий раз. А протяжку я же сделала здесь. А, друг на друге, да, друг на друге поиграете с протяжкой, совершенно верно. А на самом деле делать очень легко, я все раз говорю. Вот я очень люблю показывать именно те упражнения, которые, ну, во-первых, не испортят, и на самом деле они очень легки для исполнения. Вот типа потопать ногами, да, очень хорошее упражнение. Вот, а навредить, не навредить. А здесь то же самое, здесь надо просто немножко поиграть. Вот, окей, все на сегодня. Если нет вопросов. Так, так вот, окей. Продолжение следует...